Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как быть счастливым человеком, как жить с счастливой жизнью. Я создал проект Академии Счастья для того, чтобы каждый человек мог прийти к своему счастливому состоянию, так как оно является естественным. И были сформулированы даже правила счастливой жизни. Одно из них – это, конечно же, позволять себе быть собой, то есть принимать себя. Второе – это позволять другим быть собой, тоже принимать их. В таком случае получается, что создается целостность, то есть нет вот этой разделенности, то есть она убирается, как я не я, и то есть нет такого, что вот что-то принимаешь и что-то нет. Конечно же, это достижимо в хорошем состоянии бытийности, в хорошем состоянии духа. То есть когда человек целостный, у него нет негативного заряда, то получается вот это принятие наступает само по себе. Потому что многие люди говорят о счастье в терминах того, ну кто-то говорит в терминах нейробиологии, про выработку нейромедиаторов, кто-то говорит про какие-то внешние вещи, получение стимулов, то есть как может быть прием веществ или достижение какой-то славы, продвижение по карьерной лестнице. То есть все это ведет, по сути, действительно к выработке нейромедиаторов серотонина и дофамина, и это вызывает в мозге уровень счастья. Я же говорю о несколько другом, о духовном уровне счастья, когда человек, у него наступает действительно состояние, когда ему просто хорошо. То есть он может быть вот в одиночестве или с кем-то, да, то есть и получать радость и наслаждение от жизни. И это состояние довольно легко достигается, то есть тут не нужно, допустим, что-то делать такое какое-то странное или тяжелое. То есть достаточно очистить ум. И просто посвятив каждый день час какой-то духовной практике, это может быть медитация, процессинг или что-то другое. Самое главное, чтобы это было направлено на очищение сознания. Самая простая практика – это просто закрыть глаза, уединиться в каком-то месте и наблюдать то, что происходит. То есть будут проходить картинки, мысли, ощущения, что угодно. И важно не реагировать на них. То есть просто наблюдать, продолжать присутствовать здесь и сейчас. И постепенно они будут уходить, то есть их будет все меньше, меньше, меньше и меньше. Вот это такой процесс медитации, процесс наблюдения. А более активный процесс – это когда два человека объединяются вместе. И они тоже находятся, конечно, в защищенном пространстве, где им никто не помешает. И один человек определяет тему, которую хотел бы проработать. А второй человек направляет его, то есть задает вопросы, он ему помогает посмотреть. И это уже такая как динамическая активная медитация, только не с движением тела, а с погружением внутрь в ум. То есть додаются вопросы, которые направлены на то, чтобы человек мог погрузиться внутрь себя и найти сам свои ответы. Ответы на свои жизненные вопросы. Кто я, зачем я здесь, куда я иду, как мне получить состояние счастья, свободы и так далее. Да, сейчас существует огромное количество школ, практик, теорий и так далее. И их очень действительно много, очень легко потеряться, потому что каждый предлагает, давайте ко мне, как бы это борьба за внимание, борьба за деньги и так далее. Но самый важный момент, чтобы определиться. То есть дело тут не только в практике, а в том, чтобы вы чувствовали, что это действительно для вас. И чтобы готовы этим заниматься и посвятить этому свое время. То есть выбрать какую-то одну практику и заниматься ей на ежедневной основе, чтобы не бегать туда-сюда. Потому что это может быть неэффективным просто. А действительно выбрать практику и двигаться по ней. Двигаться по ней для улучшения состояния. И тогда вы будете чувствовать каждый день, отмечать успехи. Можете записывать эти успехи, можете просто для себя фиксировать. Самое главное, если практика приводит вас к изменению сознания, к озарениям. То есть не просто потому, что вы там прочитали в книжке, или вам сказал учитель, гуру. А если вы сами чувствуете, видите, что да, у вас происходят изменения, вы получаете новые осознания жизни, и у вас уходит то прежнее, что было, что мешало вам. Вот это вот и будет ваша духовная практика. Я занимаюсь процессингом уже около 20 лет. И я за это время полностью изменил свою жизнь. То есть улучшил свои восприятия, получил свободу, получил хорошее состояние тела. Ну и самое главное для меня это состояние здесь и сейчас, состояние осознанности и счастья. Поэтому теперь я помогаю другим людям в том, чтобы улучшить их состояние. Кому интересна эта тема, то пишите в комментариях или прямо в личные сообщения. Все мои контакты, сайты, соцсети указаны в описании под этим видео. Конечно, ставьте нравится, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Колокольчик для напоминания о новых видео. В среду я проводил прямые эфиры, вот, так что вы можете посмотреть их. Там более подробно рассказано о процессинге счастья, которым я занимаюсь. И, конечно же, приглашаю вас на бесплатную консультацию, потому что это поможет вам действительно подобрать для себя правильную программу и улучшить свое состояние. Пишите, опять же, такие мне в личные сообщения. Лучший способ – это в Вайбере. Там я отвечу быстрее всего. Всем добра, любви, осознанности и счастья. И до скорой встречи в следующем видео.